И к другим темам. Как мы сообщали ранее, в Берлине проходит международная выставка продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства «Зеленая неделя». В ее рамках организованы показы продовольственных товаров, лесоводства и ландшафтного проектирования, а также различные симпозиумы, семинары, форумы. На 88-й выставке также представлена и экспозиция Узбекистана. Джамши Цаатов сообщает из Германии. Я удивлена. Продукция экологически чистая. Мы обрабатывали какие-то проблемы. Идалову поручили нашего президента, что мы с вами честными работами. IGW – «Зеленая неделя» – одна из крупнейших выставок продуктов питания, сельского хозяйства и садоводства. Несомненно, эффективная платформа как для демонстрации потенциала страны, так и налаживания тесного взаимодействия между представителями отрасли. И делегация нашей страны предоставленной возможностью пользуется по максимуму, используя платформу и для конструктивного диалога. Так, Министерством сельского хозяйства Республики Узбекистан проведено несколько переговоров уже в первый день выставки. Насыщенные дискуссии в первой половине дня состоялись с профилем Министерством Таджикистана. В центре внимания – реализация задач, озвученных лидерами обеих стран, а именно – более тесное взаимодействие в сельском хозяйстве, обмен опытом, реализация перспективных взаимовыгодных проектов. Следующая встреча прошла с делегацией Венгрии. Отметим, сельское хозяйство этой страны является одним из самых быстро растущих аграрных секторов в Европе. Согласно некоторым данным, за последние 8 лет оно выросло более чем на 50%. В последние годы значительно укрепили наше сотрудничество с Узбекистаном на правительственном уровне, в частности, в сфере сельского хозяйства. К примеру, мы успешно реализовали стартап-проекты. Эти инновации значительно упрощают процесс выращивания культур. В приоритете – укрепление кооперации в сфере картофелеводства, о чем мы сегодня также говорили в ходе встречи. А как бы вы оценили реформы в сфере сельского хозяйства Узбекистана, проводимые в последние годы? Я считаю, что все проекты и программы, стартовавшие по инициативе вашего президента, носят очень важный характер, потому что они продуманы на основе глубокого анализа и охватывают вопросы, начиная от привлечения инвестиций, заканчивая эффективным использованием каждого метра земли. Нет сомнений в том, что спустя годы мы увидим еще больше масштабные результаты в аграрной сфере. Приоритетные вопросы дальнейшего сотрудничества обсуждены из делегации Чехии во главе с министром сельского хозяйства Марком Виборни, который дал высокую оценку достижениям Узбекистана в аграрном секторе. Я очень ценю торговые отношения и в целом сотрудничество между Узбекистаном и Чешской республикой. В октябре прошлого года мне довелось побывать в вашей стране вместе с 40 нашими представителями, которые смогли заключить взаимовыгодные соглашения с узбекской стороной. Мы видим огромный потенциал этой страны, которую лидер Узбекистана старается задействовать в полной мере. Мы намерены и дальше наращивать наш товарооборот и найти новые точки роста. Для этого мы приглашаем делегацию Министерства сельского хозяйства Узбекистана в Чешскую республику. Вот так павильон Узбекистана, помимо демонстрации сельскохозяйственного потенциала, становится и площадкой для продуктивных переговоров. Желающих заключить деловые контакты, как оказалось, далеко не мало. Продвижение узбекских товаров в сознании покупателей – вещь актуальна. Вот эта экологическая чистота продукта, высокое качество – это то, что всегда отличало узбекскую продукцию. Поэтому я думаю, что наше взаимодействие может быть взаимовыгодным, разумеется. Выставка «Зеленая неделя» является одной из визитных карточек Берлина и проводится она аж с 1926 года. Пользуется популярностью во всем мире и где, как ни здесь, Узбекистану показывает свой невероятный сельскохозяйственный потенциал. Уже первый день экспозиции стал весьма эффективным для Узбекистана и такой же продуктивности мы ожидаем в последующие дни. К этой теме мы еще вернемся. Джемшин Суатов, Ахмад Байзулайв. Для телеканала Узбекистан 24. Берлин, Германия.